представляю наш проект для ресторанок эль кампера мы решили создать прототип приложения которое позволило бы общаться непосредственно официанту со своим клиентом и при этом использовать для этого два планшета планшет систем пас планшет клиента и планшет как бы официанта включаем сеть чем сеть включаем клиента вот у нас подключается ассистент называется у нас клиент все теперь мы можем с ним взаимодействовать чем режим следы за мной и вот дальше мы можем менять какие-то кадры на обложке у нас есть активные зоны вот они которые каждый себя является кнопкой идем дальше здесь тоже на слайд-шоу вот мы идем по главной книжке здесь нас куча разных примеров как можно приготовить рыбу может любой момент остановить этот ролик установили и перешли на нужное нам блюдо вот здесь мы видим то что я сам весь выбирал как как непосредственно как сам официант могу это выключить то есть сейчас на самом деле рядом и мы сейчас все обнулим цвет информацию вот она нас обнуляется формация дальше так переходим сюда отсюда сюда и теперь смотрите то есть мы можем подключиться клиенту сейчас вот мы находимся в режиме когда я управляю сам своим собственным планшетом коэффицианты при этом я нажимаю следить и выбираю того человека за кроме хочу следить я вижу как у него выбрана какие блюда у него выбраны он может сам выбирать кто нажимает у себя и у нас появляются новые какие-то объекты для выбора то есть он сам выбирает вот на официант может ему советует еще на своем планшете нажимает эти кнопочки и меняют допустим давайте мы вот это блюдо не будем брать она не очень давайте возьмем какое-нибудь другое блюдо это нам помогает с выбором все они обсуждают вместе и постепенно они выбирают те блюда которые официанты советуют общем-то клиенту и увеличивает таким образом стоимость заказа вот они там убирали нажали на продукт он предлагает еще вот этому взять и нажимает book now вот мы видим 289 евро 25 центов он выбрал замечательно теперь мы допустим возвращаемся назад я хочу показать как главная книга выглядит вот эти два меню тапас меню вот она ресторанное меню можем посмотреть как отдельная книжка ресторанное меню стандартная с которым мы кстати выбирали как только мы выбрали у нас красным стало от отмечено что все заказ принят его теперь изменить может только официант то есть его может целиком отменить может клиент принципе но отдельной позицию на пить не может это сделано специально все он может позвать официанты и как и какие-то позиции отменить идем дальше возвращаемся и здесь в главной книге еще есть такой вот момент как мы можем выбрать по большому счету можем выбрать меню сразу общее вот пожалуйста отключили клиента у нас появилось меню вот она тоже выбор выбора есть 75 этих самых евро можем отменить это дело отменили сказали что сейчас доступно из фирменного меню вот это нажимаем там у нас пока ничего не заказано нажимаем здесь выбираем заказываем 75 евро можем ролик смотреть ресторан очень любит свое дело не обожают в общем-то рыбу которая не ловит то нет для них это все и они к этому относятся как поэты для них не просто это рыба ресторана они когда что-то волшебное что-то невероятное что-то самое самое важное с вами ловит сами готовить а а а Да, вот это, конечно, шикарно. Рыба огромная. Идем дальше. Здесь у нас слайд-шоу, тоже вот они, активные зоны. Смотрим, каких частей рыба состоит у нас. Я анимацию включаю просто нажатием пальца. Идем дальше. Дело в том, что нет. Используется полностью весь. То есть все части танца используются. Здесь у нас тоже есть активные части. Можно, пожалуйста, отправить какое-то письмо. Но здесь мне не настроено. Поэтому мы пока это не будем отправлять. Можно также позвонить по телефону сразу же. Возвращаемся назад. Вот, собственно, основная идея заключается в том, чтобы именно официант взаимодействовал с клиентом. Потому что важно. Тогда это взаимодействие даст возможность ему реально заказать больше тех самых блюд, которые хотелось бы попробовать. А разобраться в меню, в котором вообще ничего, особо картинок нету, кроме тех, которые внутри там были. Но это такая особенность ресторана. Вот. То разобраться, конечно, это надо вместе с официантом. Вот. Собственно, вот об этом и как бы весь наш сказ. То есть надо реализовать идею взаимодействия официанта и клиента. Фактически реализовать то самое классическое взаимодействие, которое сейчас и, собственно, есть.